Следующий шестой луч души, он тоже луч божественный, и он, его называют луч идеализма. Фактически эти люди передают план Бога человечеству, но они видят, они пришли уже на землю в пеленках, они уже пришли со способностью видеть такие идеалы, которые вокруг ещё человечество не видит. И видя такие идеалы будущего, они ради них готовы на смерть. Поэтому все фанатики всех видов религии, которые шли на костёр, которые шли в тюрьмы, в заключения, которые шли на конфликты с царями, королями и так далее ради своих идей, они все были на шестом луче преданности. Некоторые виды религии прямо-таки на этом луче преданности и находятся. Например, христианство и ислам – это религии на луче преданности, шестом луче, потому что обе религии принесли тот идеал, который был необходим человечеству для будущего цикла. Так получается, что эти люди, которые приходят на шестом луче, они приносят тот идеал, который ещё никто не видит, и этот идеал ещё не реализован. Именно поэтому они очень сильно страдают. И именно поэтому им приходится идти на смерть, для того чтобы этот идеал оставил после себя следы. И после смерти этих людей проходит какое-то время, и этот идеал начинает жить в умах людей. Вот так, как это было с христианством. Христиане первых веков шли на костры, умирали тысячами. И когда они умирали, они же верили только в будущее. Там вера только работала. А смотрите, прошло тысячу лет, полторы тысячи лет, и христианство стало базовой не просто религией, а базовым мировоззрением всего западного человечества. Но для того, чтобы так произошло, и эти идеалы всё-таки как-то заявили себя, как-то они начали регулировать предыдущий хаос предыдущих тысячелетий, для этого надо было, чтобы люди шестого луча пошли на риски, пошли на жертвы страшные. Вообще люди, которые рождаются шестым лучом, чаще всего кармически намеренно идут на такую жизнь, и жизнь такого человека, как правило, подвиг. Рождаются они тоже в какой-то традиции, чаще всего философской или религиозной. С детства ими овладевает вот эта новая будущая идея, и они всю жизнь ей потом посвящают. Ну, например, в семье детей священников часто рождаются. Отличительные качества — устремлённость, любовь, нежность, интуиция, верность, преданность невероятная до смерти, до гроба, полностью побуждений религиозных, личные переживания очень сильные. И такого человека, можно сказать, он пламенеет в своей борьбе за идеал, пламенеет и часто сгорает. Вот как Данка, который своё сердце вырвал для того, чтобы другие люди увидели этот огонь. Он погиб, но он вывел людей. Вот это идея, идеал шестого луча. Таких людей сейчас очень много, потому что предыдущая эра, которая была до наступающей эры Водолея, предыдущая эра, она была вся на шестом луче, и там людей, которые рождались на шестом луче, было очень и очень много. Сейчас они уже ушли по своим циклам земным, а детей рождается всё меньше с шестым лучом, потому что сейчас другие космические задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КАРМА